Спонсор передачи «Город женщин» – дом ткани Яку Тюрье. Доброго дня! Началась самая короткая, пожалуй, самая короткая в этом году рабочая неделя, поскольку впереди праздники, и вы сами знаете, какие мужчины. Готовьтесь! Готовимся и мы. К чему же мы готовимся, я сейчас расскажу. Дело в том, что тема программы у нас – женщина – это источник хаоса или все-таки хранительница очага. Но, глядя на нашу Ирину Дегтяреву, никогда в жизни не скажешь, что она может быть источником хаоса. Ты, конечно, хранительница очага. Ну, в этом ты ошибаешься, Оля. Не может быть. Потому что я не только хранительница домашнего очага, но и источник хаоса в одном числе. Так, в одном лице? В одном лице, да. Ты об этом сегодня подробнее расскажешь? Обязательно. Очень хорошо. Как ни странно, но сегодня мы вдвоем. Александра уже начала праздновать и сказала нам, извините, извините. Тем не менее, надеюсь, мы достойно справимся с поставленной перед нами задачей, тем более, что мы же сами ее перед собой поставили. Доброго дня! Ну что ж, первое, с чего мы начнем, это, пожалуй, взглянем на небо, послушаем звезды, а вдруг они подскажут нам что-то такое, чего следует точно придерживаться, чтобы день задался. Рита Макарова, студия. Спонсор рубрики. Сеть магазинов Хозмаркет. На этой неделе 8 марта. Мужчины, вам придется попотеть с выбором подарка, а гороскоп может с этим помочь. Сейчас узнаем, что предпочитают представительницы того или иного знака зодиака. Овны, будучи инициативными и целеустремленными, они просто обожают различные приключения, особенно если они на природе. Отличным подарком для них будут компасы, навигаторы или еще что-нибудь в таком же духе. Тельцы. Ох уж этот чувственный знак, ему можно выбрать что-то для уюта, например, плюшевые или кашемировые одеяла, а то и подушки на диван. Близнецы. Этим дамам определенно нужен остроумный подарок. Купите что-то подобное, то окажетесь в немилости. Поэтому поломать голову чуток все-таки придется. Раки. Они реально оценят и примут все, что вы вручите им от чистого сердца. Это может быть любая кухонная утварь, желательно качественная и красивая. Львы. Эти самоуверенные красавицы любят блистать и быть в центре внимания. Поэтому они по достоинству оценят любые аксессуары, а также косметику или быхи. Девы. Они будут в восторге от всего, что поможет им в достижении поставленных целей. А вот без вкусных вещей они совсем не потерпят. Нужно что-то прекрасное. Весы. Для того, чтобы вызвать у них эмоции в освещение, будет недостаточно одного презента. Важна еще и упаковка. Подойдет какой-нибудь оригинальный набор, где будут собраны полезные предметы. Скорпионы. Этот знак не одобрит ваши расспросы в формате «что подарить». Они любят, когда их удивляют. А это сделать не так-то просто. Удачи! Стрельцы. В качестве подарка можно преподнести что-то необычное и современное. Предметы, связанные с путешествием или спортом, будут в самый раз. Козероги. Рожденным под этим знаком понравятся красивые и качественные сувениры, которые украсят дом. На упаковку тратиться не стоит. Им важен сам подарок. Водолеи. Подберите им что-нибудь неординарное. Это могут быть товары для рукоделия или же для занятий творчеством. Они любят создавать, поэтому дайте им такую возможность. Рыбы. Это очень романтичная натура, поэтому романтика им нужна, как воздух. Вы точно угадаете, подарив плюшевую игрушку и свою любовь. Теперь вы точно знаете, что можно подарить женщинам в своем окружении в этот замечательный день. И смело можете отправляться в магазин за покупками. Какой насыщенный получился гороскоп, а! Вот это я называю приятный с полезным совместилем. Вы не поверите, но я нахожусь уже в гостях у Иры. Это вкусная шкатулка, и сейчас мы туда заглянем вместе. И снова я приветствую вас в своей рубрике «Шкатулка вкусных рецептов». И сегодня покажу вам, как готовить очень простой и вкусный пирог, который называется «Галета». Но перед тем, как начать, я хочу напомнить нашим зрителям, что у нас в продажу вышел весенний номер, свежий номер журнала «Вкусная шкатулка рецептов». Его вы можете приобрести во всех отделениях магазина «Книжный маркет», «Оу Горпечать», а также «Якутский книжный дом». Здесь собрано очень много рецептов. Самых талантливых хозяюшек нашей республики. Он очень вкусный, глянцевый, красочный. Поэтому, пожалуйста, добро пожаловать. Вообще, я хочу сказать, что это на самом деле подарок с намеком. Есть среди нас дамы, которые не очень дружат с кухней, с коварешкой, знаете, или с тестом и прочим. Так вот, им можно подарить. Это им хорошим подспорьем на кухне будет. И без обид. Да. И тут написано «Лучший подарок хозяюшке». Так что имейте в виду. Ну, Ирочка, ты меня позвала на кухню. Я полагаю, тебе помогать надо или ты боишься моей помощи? Ты можешь клубничку порезать. Вот я тебе ножик даю. Пожалуйста, по-другому. А я расскажу, как делать тесто. Тесто у меня уже готовое, потому что здесь его будет... Ну, как времени много уйдет, чтобы его взять, поэтому я уже готовое принесла. Для того, чтобы нам приготовить этот пирог, это тесто, понадобится всего 4 ингредиента. Так, какие? Это у нас мука 200 грамм, чуть больше стакана, 220 грамм, по-моему. 100 грамм сливочного масла, холодного, 4 столовые ложки сахара и... И? Что у нас там еще было? И 4-5 столовых ложек ледяной воды. Перед тем, как готовить, воду налейте в стакан и поставьте его в морозилку. Там она станет очень холодной, но не заледенеет до такой температуры, что вот... Я не могу ее резать, как нам понадобится. Могу ее резать, я хочу ее съесть. Угощайся, Оля. Кстати, ты пироги готовишь, нет? Раскопи. Я пироги... Ты почему-то такие вопросы провокационные задаваешь. Я и пироги. Ну, интересно же. Ты знаешь, я готовлю. Я готовлю курник. Так. Конечно, ты можешь упасть от смеха в обморок, если я начну рассказывать, как я его готовлю. Но я рискну это сделать. Значит так, идешь в магазин, покупаешь курицу. Ну, допустим, курицом есть. Готовое тесто. Вот. Ну, вот видишь, как ты меня хорошо знаешь. Покупаешь готовое тесто. Значит так, домой приходишь, курочку... Ну, как правило, у меня ножки там какие-нибудь, да? С них мясо срезаешь, вырубишь меленько там с приправами, с чесночком. Можно немножко майонезик или там просто квашу что-то добавить, и оно такое здорово. А, и полить еще лимончиком. И вот оно пока там стоит, вот так доходит, да? Вот это мясо у тебя маринуется. Раскатываем тесто наше. Пласт один раскатали, начинку выложили. Пласт второй раскатали, сверху прикрыли, все защипали, дырочки проделали и в духовку. Это все занимает, товарищи, минут 10, наверное. Слушай, ну здорово. И все. Вот так я готовлю пироги. Ты хозяюшка. Я очень быстрая хозяюшка. Я и суп так же люблю. Молодец. Быстро-быстро. А фирменные блюда у тебя есть какие-нибудь? Ни разу об этом не разговаривали. Ну, конечно. Как можно говорить о том, чего нет вообще? Фирменные блюда. Они есть. Но я боюсь вас повернуть в шок. Например, я готовлю борщ. Очень люблю готовить борщ. И хотя Украина моя вторая родина, тем не менее мой борщ на украинский ни копейки не похож. Какие ингредиенты у тебя туда входят? Это она меня специально расстреливает. Она меня троллит сейчас. Трольчиха знатная. Мяса там нет. Мозговых костей там нет. Как это борщ без мяса? А вот так борщ без мяса. А с чем он тогда? Ты вообще почему отклоняешься от темы? Зачем ты заставляешь меня говорить про кухню? Давайте про мужчину с женщину. Это как-то... Нет, давай уже про борщ закончим. Хорошо. Так, значит, мы капусточку режем свежую. Но лучше добавить половину, 50 на 50. Часть квашеная, часть свежая будет капусты у нас. Все это в кипящую воду бросаем. Немножко там приправкой. Свеклу-то добавняем. Подожди, свекла еще не дошли до свеклы. Потом картошечка у нас порезана, почищена, вернее, помыта. Мы ее режем. Покипела капусточка, мы туда картошечку забросили. Достаем морковочку, чистим, на терочке трем. То же самое мы делаем со свекулочкой. И все это чуть-чуть. Сначала морковку, потом свеклу отправляем туда. Ну вот обычно для того, чтобы борщ был такого насыщенного красного цвета, туда же уксус добавляет свеклу. Потому что если я добавлю уксус, у меня не будут есть домашние. У меня есть определенные запреты дома пищевые. Ясно. Так, ну вот, смотрите. Я раскатала тесто. Обычно вот такими кружками небольшими. Можно сделать несколько. И одинаковых по размеру. И сверху мы выкладываем нашу начинку. Это может быть яблоки. Я же ее не дорезала. Режь. Так, яблоки у нас предварительно засыпанные сахаром и корицы. Корицу не любите, не кладите. Какая вкуснятина. Я все-таки сделала это. Что ты сделала? Ты сейчас съешь всю мою клубнику. Нет, вот, пожалуйста. Вот, 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 вот. Так, положили начинку в середину, да, и начинаем аккуратно наше тесто вот так вот. Не закручивать, а, как сказать, да это правильно. Заворачивать. Заворачивать, да. Вот. Это очень просто. Такие оборочки делаем. По кругу, да. Пока Ира не видит. Кушай, кушай, Оля. Вот, и получается у нас, посмотрите, вот такая галета. Не путать с галетами, которые были в советское время, помнишь? Конечно. Такие, об которых зубы можно было сломать. Так это моя любимая печенька вообще-то. Я бы сейчас не отказалась. Понимаешь, ее долго есть. Ее долго есть, соответственно, много не съешь и не поправишься. Надолго хватает и готовить не надо, да? Готовить не надо, от мучного не поправляешься. Одни плюсы, я считаю, вообще. Ну вот, галета наша одна готова. Мы ее сверху можем немножко водичкой окропить и посыпать сахаром. Либо смазать яйцо. И смазать яйцо. Или желтком. Да. Прекрасно. Дальше вот этот пирог мы отправляем в духовку при температуре, ну, как обычно, 180-200 градусов, минут на 20-25. У кого какая духовка, может даже и 30 минут постоять. Получается очень вкусно. А галеты эти можно сделать с любой начинкой. А давай мы об этом расскажем позже. Мы же продолжим потом готовку. Хорошо, да, конечно. У нас еще начинка осталась вообще-то. У нас начиночка осталась. Стало быть, мы готовить еще будем. Хотя уже я вижу, что ты постаралась. И сегодня у тебя там... Это я буквально сегодня утром испекла вот эти пироги, потому что у нас сегодня тема какая? Женщина-хранительница очага. Да, хранительница очага, безусловно. Но она бывает источником хаоса. Об этом мы узнаем совсем скоро после рекламы. Ну что, вернулись в студии. Теперь мы от кухни немножечко далеко. Но это не значит, что мы туда не вернемся. Все-таки Иришка, я думаю, не простит меня, если я не закончу это дело. Не помогу ей. Не закончим обязательно. Мы закончим обязательно. Она меня еще, как вы увидите, потроллит. Но пока я рада встречать, встретить в нашей студии победительницу конкурса Красава ЛФ 2018. Крафа, все. Товарищи, это обеденный перерыв. А мы чем занимаемся? Мы беседуем. Здравствуйте, Валерия. Здравствуйте. Как вы думаете, Валерия, все-таки женщина это источник хаоса? Или это хранительница очага? Скорее, я буду склонна к мнению, что женщина является хранительницей очага. Вот. Вот наш спор рассудила молодая представительница прекрасного поколения. Ну, она еще молодая, подожди, поживет, потом, возможно, и придет и к тому, что она еще и источник хаоса тоже. Но она в этом не признается никогда. Умная женщина не призналась. Ну, я же призналась. Нет, она не признается своему мужчине. Всем остальным она может признаться, чтобы воспринимали как надо. Скажите, пожалуйста, Валерия, вы принимали участие в конкурсе. Вам было страшно? Да, конечно. Все мы волновались, когда выходили на сцену. И во время репетиции тоже. Вот так. Валерия. Из чего состоит нынешний конкурс красоты? У нас было несколько этапов. Первая — это визитка. Вторая — талант, косплей. Этап Викс — это номер, к которым мы танцевали все. И вечерний выход. Расскажите про косплей, что это за конкурс. Да, ты кем была в этом косплее? Там вы, по-моему, мужских персонажей, да, переодевались? В этом году у нас было косплей из фильмов, где мы мужские роли переделывали в женские. И я исполнила роль Киана Ривз из фильма «47 Ронинов». Это самурай, который не смог защитить своего хозяина, и при этом он становится Ронином. Вот. Костюм мы сами делали, да? Да, мой костюм шила моя мама. Мама помогала. Все-таки мама помогала. Вот почему ты думаешь, что, то есть, уверена, что женщина — это, прежде всего, хранительница очага. Это все идет из семьи. Да, это так. Расскажи, пожалуйста, нам, знаешь, как было интересно, как сейчас общаются современные молодые люди? По телефону, сидя рядышком, или все-таки в реале тоже? Ну, сейчас чаще всего все разговаривают по социальным сетям, и это сейчас актуально, как по моему мнению. А так, конечно же, было бы проще говорить живьем, познакомиться. Было бы. Было бы. Но вот вы находитесь в какой-то ограниченном пространстве, да, в классной комнате, допустим. Что мешает вам общаться? Наверное, некоторые не уверены в себе и просто не могут подойти и познакомиться с девушкой. Ну, разве социальные сети развивают навык знакомства? Не уверена в этом. Я не уверена. А тебе? Вот возвращаясь к конкурсу, он же был у вас благотворительным, да? Да. Вы помогали детям, твоим мальчикам. Ага, это близнецы, и все собранные деньги, билеты, да, пошли им, ну, так сказать, на пользу для лечения. Собранные средства пошли близнецам на лечение. А сколько собрали? Можно... Ой, я не знаю. Это, наверное, 700 тысяч, да, нужно было на лечение? На лечение надо было бы. А около 700 тысяч. Ну, здорово. Очень хорошо, что ты начинаешь свой путь к красоте, вот именно благотворительным. Кстати, Оля, а ты знаешь, что наша Маргарита Макарова оказывается победительницей этого конкурса ФЛФ? 2015. 2015? Да. Ну, я знала, что она победила, не знала только точно, где. Теперь знаю. Вот откуда все самые большие красоты. Да, мисс ФЛФ работает. Так у нас кузница кадров, телевизионных ФЛФ. Я тоже там училась в свое время. Все. Так, ну что, вернемся к теме нашей беседы. Хотя, конечно, сложно ожидать от тебя такого большого, развернутого ответа, основанного на личном опыте. Но все-таки хочется узнать, твои установки, они, ну вот эти жизненные, внутренние, они позволят твоим эмоциям взять вверх у тебя? Да, наверное. Позволяют? Да. Эмоции часто захлестывают? Да. Я сейчас очень волнуюсь здесь сидя. Сейчас-то, да, но это не страшно. Сейчас можно волноваться. А вот представь, что ты с молодым человеком, и, значит, как-то вы, как модно говорить, строите отношения. Вот. Если при этом ты будешь давать воле эмоциям, а не строгому там разуму, логике и вообще любви к этому человеку, то, конечно, ничего хорошего не выйдет. Но в твоем понимании, как обуздать эмоции? Вообще девушка должна это делать или нет? Да, это должно идти с обеих сторон. Так, мужчина, это претензии все равно. Что еще? Все-таки девушка должна, мужчина и девушка должны стараться, да? Оба. Валерия, вот как хозяюшка, спрошу вас, готовить любите? Ну, иногда так получается, что я готовлю. А на худенках ты много хочешь. Рецепт какой-нибудь есть фирменный? Нет фирменного рецепта. Зато быстрый есть, правда же? Да, есть. Вот, я же говорю, наш человек. Мы знаем, что ты очень хорошо поешь. Ты можешь вот так вот, невзирая на волнение, акапелла нам что-нибудь исполнить? Да, конечно, сейчас могу спеть. Давай, мы тебя поддержим аплодисментами. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это первый народный профессиональный художник в Якутии Иван Васильевич Попов А также его работа на Якутске 17-го столетия Речь пойдет о том самом Остроге, копию башни которого мы сегодня можем видеть в Старом Городе К сожалению, детская шалость не оставила шансов сохранить раритет до наших дней Сгорела она в 2002 году Воссозданы три башни Острога не на прежнем месте, а в Старом Городе Эта крепость переносилась несколько раз, поскольку наш город стоит на великой реке Лени, которая является самой многоводной большой рекой на Земле И поскольку характер у этой реки очень крутой, своенравный, когда наступала весна, река несколько раз заливала эту крепость, поэтому ее приходилось неоднократно переносить 300 казаков с самого начала насчитывал гарнизон Острога В 1634 году он пережил осаду со стороны якутов И через год местные казаки получили право называться якутскими казаками А через 4 года Острог стал центром новообразованного якутского воеводства Тип постройки называется тарасами То есть бревна располагаются не вертикально, а горизонтально, параллельно земле Таким образом, в случае, например, нападения на этой крепостью, она меньше была подвержена разрушению В башнях были сделаны бойницы, из которых можно было отражать атаку неприятеля Внутри эта башня была полая, и можно было со второго этажа тоже нападать на тех, кто проник в башню Автор Иван Попов родом из Татинского улуса Он был известен не только как художник-этнограф, но и фотограф В свое время выпустил открытки со своих снимков Также его дом был своеобразным медпунктом В любое время дня и ночи к нему обращались больные Умел вправить кости, удалял зубы и даже принимал роды Говорили, что у него золотые руки А что касается других его картин, то можно немножко сказать несколько слов о картине, которая находится рядом Где изображен дедушка художника, священнослужитель Дмитриан Попов Тоже был очень человек талантливый, интересный И в Якутии его имя связано с тем, что он оберегал население от болезней Всегда интересно окунуться в историю своего родного края Но мы вернулись в студию, а это значит вернулись к теме нашего разговора Женщина – источник хаоса Почему так говорят, и многие в этом уверены И женщины часто подтверждают, это сомнительная, конечно, вот этот тезис Но тем не менее, правда то, что женщина живет эмоциями То есть если она не прожила вот так эмоционально, чувствами своими Какую-то часть дня, она считает день потерянным Посему очень часто из мухи делается слон Ведь так же? Для того, чтобы именно прочувствовать Вопрос к тебе, вот ты домохозяйка или хаос? Я не хаос и не домохозяйка Я упорядоченный, в меру эгоистичный, прекрасный представитель человечества Хорошо, придумала Да, только что Вот скажи мне, ты призналась, что ты человек хаос Ну, бываешь иногда Из чего, из какого пустяка может этот хаос возникнуть? Или наоборот? Это может возникнуть очень легко, когда что-то идет не с той ноги Когда идет не по плану Например, сегодня с утра я была с женщиной хаосом Почему? Потому что, во-первых, сломала ноготь Это чисто женские такие секреты Да, это ужасно А во-вторых, должна была абсолютно другое блюдо ее сегодня представить Это медовый торт должен был быть Да, но не получилось Поэтому сегодня в экстремном порядке пришлось печь вот этот пирог Ну, может быть, оно и к лучшему Мы вернемся вновь в студию через две минутки Ну что, я уже готова пригласить сюда наших новых гостей Тех самых женщин, которые не просто знают в жизни толк, цвет, вкус, чувства Все это, это очень, скажем так, разносторонне развитые женщины И почему я так долго об этом говорю? Потому что, когда они сегодня мимо меня прошли Я подумала, вот так должны ходить победительницы В студию Мариана Андреева Учредитель гостиницы Арто Дайду И представитель компании АТМ в городе Якутске И Ольга Прокопьева, тренер-инструктор компании АТМ в городе Якутске Здравствуйте! Здравствуйте! Очень, очень рада вас видеть Но для начала расшифруйте, что такое АТМ или АТМ? АТМ, да? Ну, АТМ это вообще консалтингово-коучинговая компания Которая находится в Санкт-Петербурге, головные офисы И второй головной офис находится во Флориде, в Штатах Это компания, которая помогает создавать предприятиям прибыль И на самом деле у этой компании мы сами консультируемся Как владельцы бизнеса И так и проводим здесь семинары для того, чтобы дать возможность Нашим предпринимателям, нашим руководителям Ознакомиться с АЗами административной технологии управления И сделать свои предприятия лучше Вообще, компания АТМ, она переводится как административная технология менеджмента Поэтому вот за главные буквы взята АТМ А что у вас было раньше? Бизнес или знакомство с АТМ? Конечно, раньше у нас был бизнес И вот с тех пор, когда мы познакомились с этой компанией И вообще с технологиями, которые они обучают Наша жизнь поменялась на 180 градусов Расскажите Да, это очень на самом деле интересно Хочу как бы привести, ну не то что пример, да А вот из своего личного опыта Я сама являюсь владельцем небольшого бизнеса Управляю гостиницей Ортодойдо Это наш вот семейный бизнес И когда ты создаешь новое предприятие Все держится на эмоциях владельца, создателя, руководителя И ты как-то создаешь, делаешь, продвигаешь И в который в какой-то момент приходит время, когда сталкиваешься с определенными трудностями И обычно это время даже приходит тогда, когда предприятие начинает чуть-чуть расширяться И количество твоих работников становится больше И получается проблема в бизнесе И именно вот в тот момент еще даже не сколько проблем в бизнесе, а сколько еще кризис таковой, как бы нагрянул Который не проходит никогда вообще Который не проходит на самом деле никогда В компании, у нас вот в компании начались кое-какие трудности В связи с тем, что нагрузка на руководителя была очень большая От того, что ты, наверное, чувствуешь большую ответственность А сотрудников становится все больше и больше И ты не знаешь, как ими эффективно управлять Потом в связи с этим еще, в связи с тем, что кризис нагрянул Выручка каким-то образом не растет, а немножко уменьшается Это тоже приводит в стрессовое состояние любого руководителя Ну да, зарплату это надо платить Да, когда ты создаешь бизнес, естественно, нужны денежные средства Любой хороший бизнес, я не говорю, что там мелкий бизнес Любой хороший, который требует определенных инвестиционных вложений Как на покупку недвижимости, например На покупку основных средств Мы, конечно же, не обходимся без кредитов В общем, трудностей много А решение вы нашли? Да, решение мы конкретно нашли Что когда ты не знаешь, как с этим всеми справляться Как сделать так, чтобы твои доходы превышали, чем твои расходы То действительно надо учиться Мы пришли к этому выводу И мы учимся, и у нас отличнейший результат Я вот хочу сказать, что мы с Марианной в свое время Сотрудничали очень хорошо в плане благотворительности С нашим клубом Всегда нам шли навстречу И Ольга тоже В ресторане «Мамонт» мы проводили благотворительные мастер-классы Для девочек из детдома Здорово слушать Это здорово Но если отвлечься от работы, давайте немножко по теме беседы поговорим Нашей Но вы навряд ли можете служить источником хаоса Вот я гляжу на вас Вот, например, Ольга вообще воплощение спокойствия Это так? Это только внешне так скажут Ну-ка, ну-ка Но вообще со знакомством Ну, когда мы познакомимся с технологией Мы очень много учимся Как вот Мариана вот именно сказала И эти обучения у тебя вот в жизни очень сильно помогают Естественно, когда я первый раз пришла на работу Это было в 15-м году Я вышла сначала управляющей гостиницей После декретного отпуска получается И, естественно, я ничего не знала Я была как в сумасшедшей дом Сама с собой И потом, когда мы узнали про технологию То, что есть такая штука, как организующая схема Как инструкции для работников и так далее Это все, естественно, помогает сосредотачиваться и держать эмоции в себе То есть помогло не только по работе, получается? Конечно А в личной жизни как отразилось? В личной жизни все очень даже нормально, стабильно А вот существует третий пожар женщин Бизнес-леди, домохозяйка И та, которая все это вместе совмещает удачно Вот вы к какому типу относитесь? Ну, однажды я услышала такое выражение, что женщина – существо многофункциональное Я немножко посмеялась над этим Потому что то, что может женщина делать одновременно И качать ребенка, и варить борщ При этом разговаривать по телефону И решать важные проблемы Это, наверное, действительно присуще только женщинам Потому что из моего личного опыта Я замечаю, что мужчины более последовательны Они предотачиваются на одном, потом на другом Да, им нужно сначала одно сделать, потом второе, потом третье А женщина каким-то образом это может все одновременно Спевать Да Но к тому же, но в любом случае хаос, когда приходит Когда вот эта твоя нагрузка делать одновременно 10 дел Немножко тебя начинает напрягать И в том случае тебе действительно нужны какие-то инструменты Для того, чтобы вот как-то быстро распределять все вот эти проблемы, задачи Которые тебе за короткий период нужно решить И в этом действительно знание и технологию очень помогает Но вот вы можете помочь только в городе Якутске Или у вас уже где-то есть филиалы по республике? С 2017 года мы стали не только гостиницей Ортодойду Но зная полезность, к чему приводит технология Мы решили, что не только должны мы развиваться, процветать, быть счастливыми Но и другие компании, другие владельцы тоже этого достойны И в связи с этим мы, начиная с 2016 года, начали активно организовывать Семинары компании АТМ в городе Якутске На сегодняшний день мы организовали 6 семинаров Которые очень, на самом деле, популярны И популярность, она с каждым разом растет И больше и больше, ну, самых успешных предпринимателей Они обучаются, и у них очень хороший результат И в 2017 году, в феврале, мы открыли здесь, в городе Якутске Представительство компании АТМ И уже имеем возможность предоставлять небольшой курс Практический курс, он называется «Полный контроль своего бизнеса» здесь, в Якутске Потому что недостаточно, на самом деле, двухдневного семинара Чтобы постичь все азы технологии, админтехнологии Нужно немножко чуть поглубже изучить это все дело И вот действительно, Ольга, она у нас обученный инструктор-тренер Который именно дает вот эти знания И она обучалась очень, ну, скрупулезно Очень много на протяжении практически 17-го года И сейчас уже в городе Якутске у нас есть учебный класс И она сама расскажет об этом, как он работает И какие результаты у слушателей, ну, у прошедших этот курс Учебный класс находится на Короленко 6.1 Мы можем одновременно обучать четырех человек И, естественно, мы, когда начинаем обучение Мы подбираем удобное время для наших обучающихся Простите, перебью, а обучаться могут только руководители Или любой человек? Ну, тут скажу, что руководитель малого-среднего предпринимательства Либо это сотрудники тех... Руководители отделов? Руководители отделов тоже Либо это те, которые, вот, например, учредитель обучился в Санкт-Петербурге И хочет, чтобы его сотрудники его понимали Вот такие сотрудники тоже у нас обучаются Здорово И обучение проходит по видеоурокам То есть человек самостоятельно сам обучается И, естественно, в процессе обучения у человека появляются разные сложности С усвоением материала А я, как инструктор, наблюдаю за этим Оказывается, у людей бывают всякие проявления, когда человек устает И чтобы он не уставал и воспринимал все то, что он смотрит, изучает Он должен это понимать и все цело потом применить в жизни А когда он что-то не поймет, что-то пропустит, то он ничего не запомнит Из всего курса Я вот... Моя задача в том, чтобы помочь человеку правильно все понять Вот это подход Это очень хорошо А по статистике, кто к вам больше приходит, мужчина или женщина? Ну, женщины более такие открытые Поэтому женщин больше Но мужчин сейчас тоже... Мужчины тоже есть Они, естественно, такие... Ну, управленцы-управленцы Поэтому они... Они составили расписание И пошли по делам Обучились, пошли по делам Вот так вот совмещают и обучаются Ну, интерес у молодых людей тоже есть, конечно Одинаково, мне кажется Ну, здорово Ну, вот я хочу немножко дополнить Что на семинары АТМ, которые мы вот проводим А темы семинаров бывают разные По финансам, по управлению предприятием, по продажам В первую очередь, наверное, женщин было в процентовке больше Но с каждым разом мужчин Тем более, ну, мужчин, наверное, возрастной от 35 до 45 Вот самый такой работоспособный период, да Их в последнее время становится все больше и больше Мужчины начинают обучаться Начинают получать результаты Их недоходы начинают расти А женщина, наверное, все равно она больше такая... Она всегда состоявшая И потом женщина всегда состоялась Согласитесь? Да-да-да Даже если она не работает и не достигла высоты в бизнесе Она все равно состоялась Как мать, как жена, как хозяйка Нам проще Да, нам проще Кстати, в преддверии праздника, да, скоро 8 марта Можете поделиться секретами? Как вам удается при таком темпе работы выглядеть вот так замечательно? Да, это тайм-менеджмент Все запланировано, все расписано У нас у каждого... Мы разработали планировщики такие, ну, ежедневники, да, получается И там расписано все по блокам, по часам И мы все это пишем Вот это да Все запланировано Да, и правильно А если ноготь сломался, это же не запланировано Тогда уже быстро принимаем решение, что нужно идти и планируем, записываем все Что можно передвинуть По крайней мере, мы точно знаем, что можно передвинуть А если нет времени, вот прям сейчас ладонет Посмотри, посмотри, как хорошо У меня сломался ноготь, я... Ну и ладно, ты... Ах! И взорвалась эмоциями Девушки, взяли планировщик и записали? Да, 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 без эмоций, очень спокойно Как здорово слушать это Кто со временем приходит, конечно Планировщик очень действительно помогает Хорошо, подробнее об этом мы услышим уже после рекламы Мы возвращаемся в студию к нашим гостям Которых даже сломанный ноготь не способен смутить Ну, мы это уже поняли Вы просто берете и в свой планировщик заглядываете И далее уже действуете по тому, что сами напишите По плану Ну, а что у вас в планах по вашей работе? Хочу вот... Я не просто, конечно, пришла в студию Я хочу обрадовать всех людей, предпринимателей, владельцев, руководителей Что у нас 13-14 апреля мы проводим седьмой наш семинар АТМ И на этот раз приедет сам президент компании АТМ Это Владислав Мусатов Человек, который с нуля создал свою компанию И который сейчас работает на нескольких континентах Человек, который обучил множество и множество Прямо тысячи предпринимателей И благодаря их знаниям Ну, наверное, тысячи-тысячи предприятий по всей России И ближнему зарубежью становятся более активными И хочу сказать, что Владислав Мусатов на сегодняшний день Вообще живет он в Америке, и в Россию приезжает не так часто Попасть в его графики очень, ну, достаточно сложно И, ну, нам, якутянам, благодаря тому, что, ну, личным контактом, наверное Нам удалось вклиниться в его график И чтобы он приехал в Якутск, познакомил наших якутских предпринимателей Сазами технологии, как управлять предприятием Как сделать его прибыльным предприятием И это наша главная новость Вторая главная новость, что этот семинар 13-14 апреля Он будет еще уникален тем, что у нас будет не один спикер У нас будет два спикера Вторым спикером приедет Игорь Давыдов Мы его приглашали в ноябре 2017 года Он произвел колоссальный шифурор среди слушателей Прямо люди его слушали, открыв рот Он очень большой, хороший специалист именно по мотивации персонала Но на сегодняшний, вот в данном семинаре он будет Назнакомить, как продавать Как продавать, не продавая Потому что любой бизнес — это продажи Если ты умеешь хорошо продавать, то ты преуспеваешь И на сегодняшний день продажи — это не просто выставить товар на прилавок Продажи — это уметь рассказывать о своем товаре Преподносить его так И суметь заинтересовать о своем товаре И как это сделать, продавать, не продавая Чтобы твои продажи все время росли Какие технологии надо пользоваться Как мотивировать своих продавцов Вот об этом он расскажет Он очень большой специалист Слушайте, мне уже интересно Да И он еще является представителем университета Гранта Картона Который известен своими знаменитыми книгами Вот как продавать, не продавая 10Х, которые в городе Якутске очень многие тоже читали и знают И вот таких замечательных людей мы везем 13-14 апреля Это будет самое грандиозное, наверное, и полезное событие Для сферы вообще предпринимательства И еще одной фишкой этого семинара является то, что в этот раз В связи с популярностью попси-темы Мы взяли большую аудиторию То есть он будет проходить в культурном центре Сергиляхские огни И придет 500 человек слушателей со всей республики И получается все самые успешные-успешные придут на этот семинар Слушать этих замечательных, эффективных спикеров И получается, что вы можете это еще воспользоваться тем, что Познакомиться с людьми, с бизнесменами И на сегодняшний день, вообще, когда в одном месте собираются столько предпринимателей Всегда бывают обмен контактами, визитками Узнавание чего-то нового, новых направлений И ты же в свою очередь можешь применить свои навыки продажи Рассказать о своем бизнесе, чем ты занимаешься И, конечно, вот эти контакты Это очень плодотворно будет Да, это будет очень плодотворно И поэтому я от себя рекомендую и приглашаю обязательно посетить этот семинар 13-14 апреля Обращайтесь к нам, мы всегда рады и мы всегда открыты Спасибо вам большое и спасибо за то, что вы нашли время И сегодня замечательно нам рассказали и о себе, и о своей деятельности Которая, как выясняется, весьма и весьма полезна Спасибо Спасибо, до свидания Ну а мы с вами возвращаемся к многим другим женщинам Которые не являются предпринимательницами, но которые, тем не менее, находят, сумели воплотить себя в каких-то иных стезях Вот, например, бабушки наши Оказывается, ну это уже давно известно, что возраст с путешествием не помеха Вот, например, в Казахстане живет бабушка Лена Таксанбаева, которой 80 лет Но, несмотря на столь пожилой, солидный возраст, она активно путешествует полной жизнью Да, наши героини, кстати, доказывают, что возраст с путешествием никакая не помеха Так, например, в Питере живет в Санкт-Петербурге бабушка Тамара Соломоновна Случик Ей 79 лет, прошлым летом она побывала в нашей республике Она совершенно очарована и своими эмоциями поделилась, конечно, в сюжете Так что смотрите сюжет наших питерских коллег Абсолютно не понимаю, в чем такое большое событие, что я путешествую Это может абсолютно каждый, я считаю, кто способен передвигаться Испания, Греция, Израиль, Германия, Австрия, Греция И это еще не полный список стран, где побывала Тамара Соломоновна Инженер-акустик по профессии, любимая мать, бабушка и прабабушка Наша яркая и очаровательная героиня любит путешествовать со студенческих лет Сначала это были походы в Мурманск и Кольский полуостров, а затем и серьезные сплавы Путешествовать по России в солидном возрасте Тамара Соломоновна начала еще в 2014 году Тогда выбор пал на Сахалин. Втайне от всех она купила билет на поезд и умчала навстречу приключениям Я это держала в секрете, потому что, сами понимаете, они бы могли меня и не отпустить И все. А когда я уже поехала на Камчатку, так мне уже дочка брала билет Все. А теперь уже они просто радуются. Радуются, гордятся мной На счету уже Сахалин, Камчатка, Приморье, Бурятия, десятки остановок и новых мест И везде Тамара Соломоновна путешествует одна Индивидуальный трип по своим запросам и желаниям И вот в 2017 году путешественница поехала на Чукотку Оттуда в Магадан и далее она приехала в Якутию И дальше на Байкал У меня было недорогое путешествие Потому что для такого преклонного возраста и для молодежи большие скидки Все это достаточно недорого Кроме того, я же работаю Несмотря на такой возраст, я работаю достаточно энергично В дорогу Тамара Соломоновна взяла лишь самое нужное Теплые вещи, предметы первой необходимости и каши быстрого приготовления Это вот вы с ним путешествуете? С ним путешествую и с чемоданом Потому что я ехала и на север, и на Байкал Но я оставляю, а потом вот с этим рюкзаком хожу В столице республики нашу героиню покорило все И дома, и трубы над землей, и море цветов, летняя красота якутска и, конечно, культура Мне очень понравилось, что большинство населения якуты И надписи, и все это на якутском языке Есть якутская культура, стоит памятник якутским поэтам Разговаривают люди между собой и даже с детьми по-якутски Тамара Соломоновна посетила окрестности Якутска Увидела песчаные барханы, съездила в Кюрюлюр и Булус А как она поднималась на ленские столбы и сколько теплых воспоминаний у нее осталось Просто не передать И где бы ни оказалась наша героиня, она всегда и везде встречала только хороших и добрых людей И путешествовать это несложно Если ты идешь к людям с добром, то всегда получишь отклик Тебе всегда помогут, даже если ты не будешь просить об этом Большая ошибка, которую мы можем совершить, это мысли о том, что с годами жизнь становится менее яркой и красочной Тамара Соломоновна доказывает обратное Я бы хотела, конечно, еще ездить и ездить У меня большие планы Но, сами понимаете, загадывать мне в моем возрасте все-таки не стоит Но первое, куда я бы поехала, я хочу вернуться в Якутию Специально для передачи «Город женщин» Айсана Бурнашова и Егор Максимов, Санкт-Петербург Я представила себе «Город женщин» 40 лет спустя И мы путешествуем со скандинавскими палочками, со скандинавской ходьбой, с рюкзачками Здорово Здорово Ну давай вернемся к тому, видишь, я работала Ну ты мало мне клубники нарезала, давай еще лишь Я, честно, не очень много спушила Давай Вот, раскатала я еще один круг из теста И выкладываем нашу начинку Клубнику можно просто так выложить, без сахара Ну, кто любит, может и сахар сверху тоже положить Этот пирог можно делать не только сладкий, но и не сладкий С куриным филе, с фаршем, с капустой, с картошкой В общем, с чем хотите на ваш вкус Так, ну все И эта палочка-выручалочка, между прочим, вот реально Потому что я сегодня с утра встала и быстренько вот это все сделала Вот у тебя готово, он с чем вот это? Да Ну это тоже с яблоками и с клубникой Здорово И вот так вот аккуратно, обурочкой, вот так вот В общем, не доказала ты мне, что ты женщина хаоса Ведь обещала сегодня, она перед эфиром не обещала рассказать И рассказала действительно в красках Но, к сожалению, все эти краски остались за эфиром Все-таки ты у нас дама упорядоченная Не хаос, а хранительница очага И тем более, видишь, я полагаю, что на кухне ты способна на такое волшебство Которое примирит расцвета у меня получилось Поздравляю тебя Обязательно И нас всех, потому что мы к этому, конечно же, приложимся сейчас Операторы уже ждут И я думаю, что мы попьем чаю с удовольствием Ну что, наши разговоры Я полагаю, вообще беседу можно продолжать бесконечно Потому что женщина, она и хаос, она и порядок, она и хранительница очага И тема неисчерпаема Посему мы будем возвращаться к ней вновь и вновь Правда, под разными углами С наступающим! Да, с наступающим! Всем удачи! Хорошего дня, отличной недели и настроения тоже Пока! Надеюсь, мы вам помогли Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok